Главные события пятницы, 25 августа, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Пётр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Владимир Путин встретился с экипажем танка Алёша сразу после вручения им звёзд Героев России. Среди членов экипажа двое якутян. Власти Владивостока не планируют перенестить ВЭФ. На столицу Приморья обрушились ливни, затопившие город. Новый день, новый метод обмана. Более тысячи доверчивых якутян с начала года попались на уловки кибермошенников. Как распознать очередную методику аферистов. Бизнес в мамины руки. В Якутске выбрали лучших представительниц бизнеса. Впереди федеральный этап. Уникальный случай. Впервые на чемпионат мира в Узбекистан. От Якутии поедут три представителя одной семьи. В день 80-летия победы в сражении на Курской дуге президент России Владимир Путин присвоил звание Героев страны якутянам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву. Членам экипажа танка Алёша. После церемонии в Курской области и награждения бойцов пригласили в Кремль пообщаться с президентом страны Владимиром Путиным. С подробностями Максим Кардозу. Глава государства и верховный главнокомандующий интересовался деталями того уже знаменитого сражения, в ходе которого наши бойцы уничтожили восемь танков и бронемашин противника и под вражеским огнем спасли своих сослуживцев. А также отметил символичность награждения танкистов именно в местах Курской битвы. Хочу еще раз вас поздравить с госнаградами вчерашними. Я видел, что вы волновались, но людей много, и, по-моему, волновались, похоже, больше даже, чем на поле боя. Но это естественно. И место знаковое. Все-таки эта Курская дуга связана с самыми большими за всю историю войн, и тем более за историю Великой Отечественной войны, танковым сражениями. После этой встречи героев России приехала поздравить и якутская делегация. Всем бойцам вручили памятные подарки. А они поделились своими впечатлениями. И рассказали секрет имени танка – Алеша. Имя у танка Алеша. Это так коптерщики пытаются маскироваться. В рацию «танк» не кричат. Называют именем человека. В такое непростое время такой позывной дали. И случайно вышло. Все думают, что именно в честь меня назвали. Но это не так. Это просто совпадение. Леха, получается, за это время, он, получается, просто всего, он грамотный человек. Он просто-напросто, не спец. Мы сами прекрасно видели бой. Что не выстрел, танк. Получается, два выстрела, два танка сразу. Ушли. Там дальше, дальше, дальше больше, получается. Три заезда сделали, все полностью разбили. Развернулись, ушли. А у нас там один Алеша. Один Алеша. Танковый экипаж Алеши был сформирован в начале года. Несколько месяцев тренировок. Их бой. Причем парням настолько удалось найти общий язык, что их команду направляли на самые сложные участки. И каждый раз они выходили победителями. Это как раз и есть пример вот такого живого, живой истории, живой ниточки истории, которая идет издалека и приходит через поколения. И часто мы слышим, что сегодня не та молодежь, сегодня как-то мы совсем другие. Но в своих основных ценностях гражданина, человека, патриота, я думаю, что эти ребята показали, что мы остались такими же. Максим Кордозу, Григорий Николаев, Москва. Тем временем в Якутии продолжают реализацию мер поддержки для семей мобилизованных граждан. Отработано 12 тысяч заявлений. Адресная помощь оказана 10 тысячам заявителей. Также для оказания материальной помощи семьям существуют специальные программы. Граждане могут воспользоваться психологической, юридической, медицинской помощью. Участники спецоперации, их родные, также могут трудоустроиться, переобучиться или научиться новой профессии. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 122. Каждое обращение рассматривается индивидуально. В последние недели наблюдается устойчивая такая тенденция увеличения обращения о помощи в военных госпиталях, прежде всего для снижения боевого стресса, который, соответственно, характерен для наших, для вообще бойцов. В целом, наши психологи, работающие в госпиталях, психологи, работающие с родственниками и в телефонном режиме, значит, отмечают удовлетворительное состояние бойцов, но, тем не менее, сохраняется очень острое и тревожное настроение среди преимущественно. Перейдем к другим темам. Ливни, обрушившиеся на Владивосток, не повлияли на сроки проведения Восточного экономического форума. Планов по переносу форума нет. Об этом сообщили в мэрии города. Подготовка к форуму ведется по утвержденной дорожной карте. Так, в рамках подготовки к форуму ведется работа в части благоустройства гостевого маршрута, мероприятия по озеленению, установке вазонов, поддержанию санитарного состояния дорог и тротуаров, а также и другие мероприятия эстетического характера, которые входят в перечень ежегодных плановых работ. Также началась подготовка университетской набережной, где будут расположены улицы Дальнего Востока. Второй открытый Кубок Дальнего Востока по многоборью ГТО проведут в Приморье в рамках Восточного экономического форума. Участниками станут команды всех 11 дальневосточных регионов, а также сильнейшие профессиональные спортсмены со всей страны. Сейчас в каждом регионе сформировали команды из шести взрослых и шести школьников, которые отправятся на финал. Также в играх примут участие 80 профессиональных атлетов. Сам турнир пройдет с 10 по 12 сентября. Новое здание школы построят в поселке Чульман Нерингринского района. К работам приступят уже на следующей неделе. Как отметил глава республики Айсен Николай, в ходе рабочей поездки возведение трехэтажного здания на 350 мест входит в план социального развития центров экономического роста республики до 2025 года. Здание планируют сдать к 1 сентября 2025 года. В здании площадью более 6 тысяч квадратных метров предусмотрены учебные кабинеты, зоны для отдыха, мастерские, библиотека с читальным залом, спортивные и актовые залы, столовая, а также медпункт. Также в рамках рабочего визита глава Якутии поручил ускорить темпы строительства трех домов в Чульмане, в которых 127 квартир были приобретены по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Глава региона поручил организовать работы в три смены, привлечь дополнительные рабочие ресурсы и технику. При этом срок сдачи объектов 1 декабря текущего года. Напомню, в Чульмане по программе переселения из аварийного и ветхого жилья с 2016 года построили 17 многоквартирных домов. Около 900 семей переехали в новые благоустроенные квартиры. Всего в Нерингринском районе до 2025 года планируется расселить 2664 человека. Также глава республики в ходе командировки в Нерингринский район поручил увеличить количество рабочих на строительстве аэропорта, чтобы успеть сдать объект в указанный срок. На сегодня на объекте трудится 159 человек и 17 инженерно-технических работников. Общая готовность всех объектов составляет 93%. Служебно-пассажирское здание готово на 82%. Ведется внутренняя отделка помещений, благоустраивается территория. Вести аэропорт планируют до конца текущего года. Отмечу, что с вводом нового здания пропускная способность аэропорта возрастет в три раза. Ресурсоснабжающая компания Ленска заканчивает подготовку к предстоящему отопительному сезону регулярно. По этому вопросу проводятся совещания в городской администрации при участии руководителей управляющих компаний. Как оценивают готовность специалисты узнавала Светлана Балеева. Все лето готовило свои объекты к предстоящему отопительному сезону Ленской предприятия тепловых и электрических сетей. Сегодня главный инженер ЛПТС Сергей Пиденко рассказал, что все мероприятия по подготовке находятся на завершающем этапе. Мы провели гидравлические испытания всего оборудования, провели гидравлические испытания тепловых сетей. Выявили те узкие места, где надо было бы поработать этим летом. Что мы сделали? За наше короткое лето подготовили предприятие практически полностью. К предстоящему отопительному сезону проблем никаких нет, замечаний по оборудованию пока тоже нет. В ведении ЛПТС находится шесть котельных. На каждой была произведена промывка систем теплоснабжения, чистка, необходимый ремонт и ревизия котлов и вспомогательного оборудования. Были вскрыты все котлы, проверено газопламенное оборудование, проверено газовое оборудование, почищены теплообменники. Это в принципе сердце всей котельной и то, на чем основывается работа наша в предстоящем отопительном периоде. На сегодняшний день предприятие заканчивает небольшие ремонты сетей канализации. Это не имеет отношения к отопительному сезону, но тоже немаловажный момент подготовки к зимнему периоду. Готовятся к отопительному сезону и руководители управляющих компаний. Они еженедельно отчитываются на совещаниях главе города о проделанной работе. На этих совещаниях разрешаются все проблемные вопросы в рабочем порядке, поэтому взаимодействие полностью между организациями налажено. Существенных проблем захода в отопительный сезон в городе Ленске нет. Завершены работы по опрессовке и промывке систем отопления. На данный момент управляющие компании подписывают паспорта готовности. К концу этой недели они должны быть предоставлены в городскую администрацию. Отопительный сезон в Ленске начнется 7 сентября. Светлана Балиева, Алексей Семенов, Ленск. В Якутске приступили к асфальтированию последнего участка улицы Паярково в 420 метров, начиная от перекрестка с улицы Кирова до улицы Октябрьская. Об этом сообщили в окружной администрации. Сегодня идет монтаж бордюрных камней, основания и покрытия тротуаров, наружного освещения. Кроме того, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, построят пешеходное ограждение, а также оборудуют стоянки, парковки и автобусные павильоны. Каждый день жители республики становятся жертвами дистанционных мошенников. Только за последние 7 месяцев аферисты украли у якутян более 300 миллионов рублей. При этом с каждым днем и разом уловки преступникам становятся более изощренными, а определить их схемы становится труднее. О самых распространенных и новых стратегиях мошенников расскажет Марферина Алексеева. С начала текущего года жертвами телефонных мошенников в Якутии стало более тысячи человек. Только за прошедшие сутки аферисты похитили у трех жителей республики свыше 2 миллионов рублей. Самые распространенные схемы хищения денег производятся путем кибератак и через телефонные звонки. Мошенники чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности, банка и финансовых организаций, которые предлагают быстрое обогащение. Сотрудники банка не звонят. Звонят только мошенники. Если вам позвонили с банка, необходимо положить трубку, взять свою банковскую карту. На обороте там написана горячая линия банка. Перезвонить и спросить, действительно ли сотрудники банка вам позвонили. Вторая распространенная схема – это мошенничество через сайты и объявлений, когда злоумышленник выступает в роли продавца или покупателя. Человек выставляет на продажу шубу, ему звонят и говорят, что они находятся в другом районе, допустим, в Амгинском. То, что не могут приехать, и курьера через Яндекс.Такси. Типа безопасная сделка в Юле есть. И вот просят перевезти деньги. Ну, либо чтобы на счете у них была определенная сумма денег. Скажем, шубу продают за 20 тысяч, и говорят, должна быть 20 тысяч на вашем счете. И все. Ну, в первую очередь надо понимать, что никто никогда не купит, не посмотрев ваш товар. Новая стратегия хищения через взлом страниц в социальных сетях. Мошенник пишет всем друзьям сообщения с просьбой занять деньги под различными предлогами. Например, чаще всего встречаются такие. Заболел родственник, не хватает денег на срочную покупку. Бывает то, что по ссылкам человек переходит, взламывают в WhatsApp и направляют всем контактам. Мне нужны деньги, помоги мне. И люди переводят. Из-за этого попрошу, чтобы во время перевода смотрели в онлайн-банках, выходит, кому вы переводите. Действительно ли это фамилия, имя, отчество, человек, которому вы хотите перевести. Если там фамилия другая, надо положить телефон, созвониться с вашим знакомым. Действительно ли он нуждается в вашей помощи. Часто используемая, при этом очень действенная сегодня в Якутии схема – это дистанционное приобретение автомобильной техники. То есть говорят, что на аукционе висит автомобиль, мы его растаможим и предоставим вам. Вы приедете в Приморье, заберете автомобиль, говорят, перечислить денежные средства на какой-то счет. В итоге автомобиль не поставляется. Из свежих уголовное дело находится в отношении мошенников, которые занимались непосредственно мошенничеством с использованием того, что будут поставлять автомобили из Кореи и из Японии. Там сумма ущерба составляет более 50 миллионов рублей. Это только по данному уголовному делу. И по этому уголовному делу всего задержаны 6 лиц. К сожалению, организаторы у нас находятся в бегах за пределами Российской Федерации. Для того, чтобы защитить себя и свои данные, эксперты рекомендуют в первую очередь не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить на сомнительных сайтах свои личные данные и данные карт. Если поступил подозрительный звонок или сообщение, нужно прекратить диалог и позвонить по номеру 102 или 112. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Педагогические династии – это яркий пример преемственности, опыта и педагогических секретов. Год наставника и педагога в рамках августовского совещания работников образования и науки прошло мероприятие династиям, посвятившим свою жизнь воспитанию и просвещению молодежи. В последнее время в стране и в республике все больше внимания уделяют воспитанию молодежи. Здесь очень важна роль педагога. Участники мероприятия между собой обменялись мнениями, опытом, рассказали о том, как развивается школьная и образовательная сфера, о методах воспитания детей. Напомню, в республике в сфере образования продолжают препередавать знания более 190 поколений педагогических династей. Мы пригласили четыре династии, которые имеют большой опыт работы. Три поколения педагогов. Это династии Окараковых, династии Кардашевских, Сидоровых и Якушевых. Сейчас идет очень оживленный разговор между представителями династии и молодым поколением, педагогами республики. Рассказывают о своем опыте работы, о том, как передают свои ценности молодому поколению. Бизнес в мамины руки. Проект под таким названием «Мама-предприниматель» завершился в столице. Для участия в нем молодые мамы со всего региона отправили свои бизнес-идеи на рассмотрение экспертов. После чего самые перспективные и социально значимые получили шанс на реализацию. С будущими бизнес-леди встретилась и моя коллега Мария Кардашевская. Варвара Борцева работает учителем английского языка в родном Усть-Салданском Улусе. Многодетная мама всегда любила вышивать, а с прошлого года решила заниматься этим еще и профессионально. Для этого женщина отправила заявку на участие в проекте «Мама-предприниматель» и прошла отбор. Я сегодня презентую проект «Мой мир вышивки». Это интерьерное панно «Декор на пяльцах». Я создаю наборы для вышивания. Все творческие люди, а также все интересующие люди могут у меня приобрести весь готовый набор и сотворить декор для своего дома. Проект «Мама-предприниматель» успешно проходит в республике уже пятый год. Он предназначен для молодых мам со всей республики, которые мечтают реализоваться в любимом деле. В этом году заявки подали более 90 женщин, из которых 35 в течение четырех дней прошли очный тренинг. По этой программе даются конкретные инструменты, практические инструменты, по которым можно найти и проверить бизнес-идеи. Исследовать клиентов, составить маркетинговые исследования, опять же, стратегию. Также еще просчитать все расходы, доходы, вывести точку безбыточности. То есть вот это все, то, что необходимо для того, чтобы начать бизнес. Мы все это обучили. За этот короткий срок молодые мамы познали все азы бизнеса. Разработали свой бизнес-план и защитили его перед экспертами, успешными предпринимателями и бизнес-тренерами. С ними активно в эти дни работали наши опытные эксперты. С корпорацией МСП представители у нас здесь есть. И сегодняшние проекты очень интересные. Они с разных сфер получаются. Это образование, даже сельского хозяйства есть, бытовых услуг и даже есть из туризма. Победительница получила заслуженный приз в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела. Кроме того, теперь у нее появилась возможность участвовать в федеральном этапе конкурса, где будет разыгрываться уже 1 миллион рублей. Кроме победительницы, многие участницы смогли получить необходимые знания основ предпринимательства и эффективного управления бизнесом. А вместе с тем и возможность реализовать свою идею. Мария Кардашевская, Григорий Охлопков, Якутск. В историческом здании Национальной библиотеки Республики открыли памятную табличку, посвященную общественному деятелю, исследователю истории и этнографии народов Якутии, одному из лидеров дореволюционной якутской интеллигенции Андрею Попову. Мероприятие приурочили к 110-летию со дня основания якутского отдела Императорского русского географического общества. Андрей Иннокенч стоял у истоков в создании не только нашего отделения, он явился инициатором создания первого государственного метеорологического наблюдательного пункта в нашей республике, в нашей области тогда являлся инициатором создания публичной библиотеки и оставил очень большой вклад в развитие нашей области тогда и нашей республики нынче. Состоялось первое заседание общественного совета «Выбирай свое» в рамках фестиваля, сделано в Якутии. Участники заседания обсудили вопросы концепции развития проекта в республике, а также внесли предложение о проведении ряда мероприятий. Так, предприниматели и модераторы отметили важность взаимодействия бизнеса, общества, науки и госорганов. Напомню, «Выбирай свое» – это проект по импортозамещению и индустриализации. Он призван наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. Мы собрались, чтобы обсудить самые актуальные темы, проблемы, которые касаются нашей отрасли, программы для развития, чтобы были шаги сделаны со стороны Министерства сельского хозяйства и профильных организаций. Хотим, чтобы нас поддержали, чтобы отрасль могла развиваться стремительно и быстро. Новый учебник по истории для 11-х классов поставят во все российские школы к 1 сентября. Он содержит два полностью синхронизированных курса – «Историю России» и «Всеобщую историю». В учебники вошла информация о начале СВО, вхождении в состав России новых территорий, а также санкционное давление Запада. Новые учебники будут подготовлены по всем школьным предметам до конца 2025 года. Это позволит создать единство образовательного пространства, уверяют специалисты. Планируется, что полный переход на них будет реализован в ближайшие пять лет. В столице Алмазного края состоялось открытие сразу двух новых детских площадок. Многофункциональные общественные территории воплотились благодаря федеральной программе «Тысяча дворов». На зоне отдыха сделано ландшафтное озеленение, асфальтирование, тротуары, беседка, качели, детская и спортивные площадки на резиновом покрытии. А также зона отдыха, скамейки, уличное освещение и многое другое. Отмечу, что в ходе благоустройства реализуются те проекты, которые инициировали и утвердили сами жильцы многоквартирных домов совместно с управляющими организациями. Строительство проходило в течение двух лет. Наконец-то в этом году мы ее ввели в эксплуатацию. Это первая из детских площадок, которая у нас открылась в этом году. Действительно, она очень красивая, комфортабельная. Я думаю, что это место станет любимым местом отдыха для жителей нашего верхнего поселка. 7 по 10 сентября сильнейшие масс-рестлеры мира соберутся в Узбекистане, в городе Хива, где пройдет пятый чемпионат мира по масс-рестлингу. На соревнования соберутся представители 13 государств в составе сборной России и 40 человек, 70% из которых это представители Якутии. О подготовке сборной Республики расскажем далее. На чемпионат отбираются сильнейшие атлеты, показавшие лучшие результаты на республиканских и российских соревнованиях. Впервые в истории масс-рестлинга на одном чемпионате мира выступят три представителя одной спортивной династии. Среди ветеранов выйдет Анатолий Байшев, среди мужчин-тяжеловесов его сын Егор, и в составе женской сборной в Узбекистан поедет дочь Анатолия Татьяна Байшева. Но и кроме династии Байшевых, звездных масс-рестлеров в составе нашей сборной хватает. Из Якутии-то у нас все такие именитые. Дмитрий Тресаев, например, чемпион мира 22-го года. Наталья Черноградская, чемпионка мира. Ирина Северюк, чемпионка мира. И вот и чемпионы России многократные. Ануфриев Семен есть, чемпион мира прошлого года. После многолетнего перерыва на международный турнир отобралась и Марина Федоренко. Теперь уже в новой для себя категории женщины-ветераны. Шесть лет Марина не выходила на международный помост, так что к чемпионату мира в Хиве готовится очень усердно. Подготовка идет полным ходом. Может сказать, уже заканчиваю. Все, что можно было наработать, я уже сделал за лето. Надеюсь на победу, конечно. Все стараются выполнить свои лучшие результаты. Готовятся, как видите. У каждого своя программа. Никто там особо не отвлекается на посторонние вещи. Просто работают. За последние несколько лет масс-рестлинг обрел популярность в десятках стран. И если на первых чемпионатах мира можно было почти со стопроцентной уверенностью говорить, что весь пьедестал почета будет заполнен якутскими спортсменами, то сейчас и в других странах появились очень мощные и техничные атлеты. Но тем интереснее соревнования и сильнее интрига. Кому достанутся золотые медали? Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. На этом все. Оставайтесь с нами.